Девушки отдыхают В человеческом смысле, конечно, нет, Даша, а вот в математическом могут. Поиском так называемых дружественных чисел увлекались и увлекаются многие математики, начиная от учеников самого Пифагора, пифагорейцев. Эти числа крайне интересны с точки зрения математики. Правда, ученики Пифагора открыли только одну, самую первую пару таких чисел. Они имели большое значение для пифагорейской философии. По легенде, когда Пифагора спросили, что такое друг, он в качестве примера назвал эти самые числа. 220 и 284. Блин, так что же эти за числа такие дружественные? 220 и 284. Это два натуральных числа, у которых сумма всех делителей первого числа равна второму числу. И наоборот, сумма делителей второго числа равна первому. А давай проверим дружбу этих пифагоровых чисел. Хорошо. Для начала запишем все их делители. Математики вычислили, что 220 делится без остатка на единицу, на двойку, на 4, на 5, на 10, на 11, на 20. На 22, на 44, на 55 и на 110. Теперь сложим все эти числа. Сумма делителей числа 220 равна 284. 284. Теперь проверим второе число. У числа 284 всего 5 делителей. Это 1, 2, 4, 71 и 142. Сложим эти числа. Равно. Сумма делителей числа 284 равна 220. Равно 220. Итак, числа 220 и 284 дружественные. Первую пару еще при Пифагоре нашли. А когда вторую? Представляешь, циркуль, почти через 1300 лет. А спустя несколько веков была найдена и третья пара. Правда, в Европе они не были известны. В 17 веке их открыли заново два великих европейских математика. Одну пару нашел Ферма, а другую Декарт. А позже, в 18 веке, Леонард Эйлер открыл сразу 65 пар. Ой, Арчи, впечатляюще. Математики так редко находили эти числа, а один Эйлер открыл их так много. Ну, на то он и Эйлер. А как их искали, такие числа? И зачем они нужны? Искали их разными сложными путями. Единой формулы для поиска таких чисел нет. И, несмотря на то, что сами по себе дружественные числа не нашли прямого применения в реальной жизни, методы, разработанные для их поиска, продвинули математику вперед и очень повлияли на многие ее области. В наш компьютерный век проблема поиска дружественных чисел значительно упростилась. Таких пар в настоящее время известно более 10 миллионов. Какая полезная вещь, компьютер. Особенно для нас, математиков. Согласен, Циркуль. О, а нам пришло новое письмо. Надеюсь, что в нем есть какой-нибудь интересный вопрос из области геометрии. Нам написал Олег Андреев из Вологды. Дорогой профессор, я очень люблю наблюдать за звездами и планетами и собираюсь в будущем стать астрономом. Наверное, это письмо попало к нам по ошибке? Передай его профессору Астрову, пусть он отвечает. Хотя, погоди, Циркуль, по-моему, это письмо все-таки нам. Вот что Олег пишет дальше. Но я знаю, что астрономам без математики никак не обойтись. Расскажите, пожалуйста, какая в астрономии используется система координат и как с ее помощью определяют положение небесных тел на небе. Спасибо. Что ж, это очень интересная тема. Действительно, трудно представить другие две настолько тесно связанные науки, как астрономия и математика. Недаром многие ученые были и астрономами, и математиками сразу. В том числе и такие великие, как вышеупомянутый Леонард Эйлер и Карл Фридрих Гаусс. Астрономия и математика – это, наверное, самые древние науки. И возникли они примерно в одно и то же время. Когда первобытные люди научились считать, тогда же они посмотрели на небо и заинтересовались звездами. Веками эти науки шли рука об руку и обогащали друг друга. Математика способствовала развитию астрономии и наоборот. Не случайно древних астрономов называли звездочетами. Они считали звезды? И все сосчитали? Ну нет, конечно. Все звезды сосчитать невозможно, если учесть, что только в нашей галактике их от 200 до 400 миллиардов. А галактик во Вселенной – огромное множество. Ох, архи впечатляющие! Так чем же занимались эти твои звездочеты? Главным образом наблюдали за движением небесных тел по небесной сфере и изучали законы этого движения. Да, сфера – это уже по нашей с тобой части, по математической. Так, рассказывай, что это за сфера такая? Небесная сфера – это сфера воображаемая. Ее центр – глаз наблюдателя. Какого наблюдателя? Любого. Того, кто в данный момент наблюдает за звездами. Ну, например, тебя, Циркуль. А поверхность этой сферы – звездное небо. Расположение и перемещение объектов на небесной сфере изучает раздел астрономии, особенно тесно связанной с математикой – астрометрия. А это слово похоже на слово геометрия. Астрометрия – это и есть в каком-то смысле небесная геометрия. А какая в твоей небесной геометрии система координат? Их много. И некоторые были известны еще в глубокой древности. Их описал в своих трудах знаменитый Евклид – самая распространенная, так называемая, горизонтальная система небесных координат. Основной плоскостью в ней является плоскость математического горизонта. Ну, что такое обычный горизонт, я знаю. А что такое математический? Математический или истинный горизонт – это большой круг небесной сферы, плоскость которого проходит через глаз наблюдателя. Математический горизонт перпендикулярен отвесной линии, то есть линии, проходящие через зенит и надир. А что такое зенит и надир? Зенит-циркуль – это точка небесной сферы, находящаяся непосредственно сверху, прямо над главой наблюдателя. А надир – точка, противоположная зениту. Ну, надир прямо под ногами. И его нельзя увидеть, потому что несает земной шар. Да, циркуль, ты прав. Продолжаем. Мы уже изучали Декартовую систему координат. Как ты помнишь, циркуль, каждую точку в координатной плоскости можно определить с помощью двух координат – по оси абцисс и по оси ординат. Помню, конечно. А вот в горизонтальной системе как определить точку? Ну, вернее, звезду. Или планету. Положение каждой точки, или иначе небесного тела, в горизонтальной системе тоже определяется двумя координатами. И обе они угловые, то есть измеряются в градусах. Одна из них – высота точки над математическим горизонтом, а вторая – азимут. Азимут отсчитывается от полуденной линии, то есть линии, проведённой от наблюдателя на юг. Ну, например, если звезда находится на юге, ее азимут будет равен нулю. А если звезда расположена строго на севере, то ее азимут будет равен 180 градусам. Молодец, циркуль! А какие ещё системы координат в астрономии бывают? Самые разные, хотя горизонтальные всё-таки наиболее распространённые. Но есть ещё эклиптическая, экваториальная и, например, галактическая система координат. В ней основной плоскостью является плоскость нашей галактики, а координатами – галактическая широта и галактическая долгота. Без неё, наверное, не обойтись космическим путешественникам. А то они могут ошибиться и прилететь не на ту планету. Да, пожалуй. А сейчас, циркуль, попробуй не ошибиться, решая мою задачку. В одной сказочной стране имеют хождение всего два вида монет – номиналами три сольда и пять сольда. И вот однажды в эту страну приехал цирк. Да, я люблю цирк! Да, цирк – это замечательно. Правда, у жителей этой страны возникла одна проблема. Билет на приставление в цирк стоил четыре сольда. Ну, а вопрос какой? Как попасть в цирк жителям сказочной страны, при условии, что каждый зритель покупает билет только сам для себя? Ну, и в чём проблема? Пусть каждый даст кассиру по монете и в пять сольда, а кассир даст каждому сдачу. И как, интересно, кассир это сделает? Монета номиналом в одну сольду в этой стране не существует, только по пять и по три. Ну, тогда я не знаю. Более всего, жители сказочной страны в цирк не попадут. Попадут. Достаточно дать кассиру три монеты по три сольда. Три плюс три плюс три. То есть девять сольда? Да. И тогда кассир сможет дать сдачу монетой в пять сольда. Минус пять равно четыре. Да, как я не догадался. А сейчас, дорогие мои юные математики... А я нашёл ещё одно решение твоей задачки. И какое же? Хм, можно дать две монеты по пять и получить сдачу двумя монетами по три. Действительно, пять плюс пять минус три и минус три равно четыре сольда. Молодец, циркуль. Ты настоящий математический хомяк. Ну, а сейчас нам пора прощаться с ребятами. Дорогие мои юные математики, пишите нам по адресу 109-147-Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте комментарии на нашем сайте радостьмоя.ру. Профессору Круглову и хомяку Циркулю. До свидания, ребята. Пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин